Безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем, но по понятным соображениям этого просто сделать. Исчерпать все темы просто невозможно. Президент уже вчера, собственно, давал поручения. Также и с премьером встречался вчера, и с администрацией. Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Я, наверное, не буду спрашивать, кто так сильно удовлетворил президента, что он был прям так сильно удовлетворен этой пресс-конференцией. Я спрошу 4 часа, 4 минуты и 67 вопросов, из которых я не увидела острых, которые были у него за спиной. Вы услышали острые вопросы к президенту? Нет, ну, слушайте, никто не посмел тревожить, так сказать, безмятежное состояние вот этого военного преступника, потому что, ну, как бы, кто посмеет? Значит, там действительно в том числе были забавные вопросы, которые показывались на экране. Это, значит, почему ваша реальность так и не похожа на нашу действительность? И как же можно попасть в ту замечательную Россию, о которой рассказывает на Первом канале? Ну, и там масса было других вопросов. Ну, это действительно вопросы, которые как-то беспокоят россиян, по крайней мере, ту активную часть россиян, которые решились написать на эту прямую линию. Ну, а в эфире, конечно, публично, ему, конечно, никто никаких вопросов не задавал. Задавались халуйские вопросы, как обычно, вопросы по поводу того, как... Ну, на самом деле, вот завершающий вопрос был такой неплохой. Он давал возможность, ну, вдруг неожиданно проснуться человеку в Путине. Это вопрос, который задал придворный летописец, придворный биограф Путина Андрей Колесников. Ну, кстати говоря, неглупый парень, но, к сожалению, свой ум он направил на служение злу. Вот. И он спросил, а что бы вы, Владимир Владимирович, вот из сегодняшнего, 2023 года, какой бы совет дали Путину образца 2020-го? Ну, и Путин, естественно, сказал, верной дорогой идете, товарищи. Вот. А что касается пожеланий, то он, ну, как обычно, он сказал, что, так сказать, ну, вот не надо быть излишне доверчивым по отношению к нашим западным партнерам. Ну, то есть, на самом деле, он уже сто раз отвечал на такие вопросы примерно в разных вариантах. И, как всегда, говорил, что вот, ну, слишком добрый я, слишком доверчивый. И это, кстати говоря, та линия, которая разрешена. Да, Путина же можно критиковать, но за его излишний гуманизм, за его излишнее человеколюбие, за его излишнюю доверчивость. Ну, добрый у нас царь, понимаете, излишний добрый. Если бы нет, если бы он не был таким добрым, конечно бы, Киев за три дня. Об этом постоянно говорит российский телевизор, поэтому вот в этом же духе он ответил. А так, в принципе, знаете, что я вот, какой вывод сделал окончательно для себя после вот этого вот мероприятия? Ну, это мероприятие такая, мертвичина, мертвый ритуал. Но главное, что произошло, это то, что Путин еще раз сказал то, что все и так знали, что он будет продолжать войну до тех пор, пока они... Что, на самом деле, он будет закручивать гайки все больше и больше. Ну, и самое главное, что в России воцарилось состояние, которого, на самом деле, окончательно воцарилось состояние, которого не было никогда. Да, были войны, были революции, были какие-то отдельные секунды реформ, были оттепели, вот. Но вот сейчас он все соединил. Это, знаете, как одновременно принять снотворное, слабительное и виагру. И вот одновременно прием этих трех веществ породил уникальное состояние. Состояние застойной войны. То есть одновременно он соединил черты застоя и войны. Это вот, ну, это такое состояние. Причем он в этом состоянии собирается продолжать существовать до конца своих дней. Но я надеюсь, что есть же другие игроки на планете, в том числе Украина, которую он почему-то не учитывает. Поэтому я думаю, что это его планы продолжать застойную войну до бесконечности. Но я точно знаю, что Украина другие планы. Так что пусть и дальше пребывает вот в такой уверенности. Вы знаете, тут все это мероприятие я пыталась читать между строк. Не то, что Путин говорит, а то, как он на это реагирует, как он проговаривается в некоторых моментах. И его реакции на иногда... Ну, это не были острые вопросы, но это были некомфортные вопросы, которые все равно прозвучали. Прежде всего, вот эти вопросы, которые были у него за спиной, те, которые он не видел, те, которые начинались со слов, как переехать в Россию, которую показывают на Первом канале. Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, когда же в Хакасии будет газ. Потом там были вопросы, чиновники имеют счета там и недвижимость за границей, их дети учатся там же, зачем им интересы России, как они могут заниматься высокие посты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Те вопросы, на которые Путин не ответил. Это было что? Это была имитация свободы слова? Плюс, опять-таки, Путин выступал на вот этом вот желто-синем фоне или сине-желтом фоне, да, который, ну, мы все понимаем, за который просто людей сажают сразу же, если не убивают на месте. Ленточки у всех были желтые, при этом они были все в синих пиджаках, и это тоже все читалось. Вот эти вот желтые-синие тона, они тоже все читались. Что это было? Ну, скажем так, насчет того, что желтые ленточки на синих тонах, ну, не успели обредить всех в униформу. Раздрали желтые ленточки, а синие пиджаки они сами надели. Это уж так получилось. Я не думаю, что это был массовый заговор, так сказать, проукраинский, всего вот этого вот пропутинского стада. Это так случилось. Ну, просто хороший желтый цвет, яркий цвет солнца, синий цвет, цвет моря, цвет неба. Поэтому, ну, что сделать, если Украина застолбила такие два хороших цвета? Деваться некуда. Тут надо было самим что-то соображать. Вместо вот этого вот красной тряпки, которая по-прежнему присутствует, цвета крови, которая постоянно присутствует на российском трикалоре, никуда не девается. Уж, казалось бы, была возможность отказаться. Вот. Ну, ладно. Это, что называется, цветовая гамма. Каждый выбирает сам. Что касается вопросов, это более важная история. Дело в том, что так было всегда. Но всегда было немножко другое состояние страны. А сейчас, когда выдавили все и убрали все из вот этого вот публичного поля, вот это все выплеснулось вот в это непубличное поле. И оно проявилось на экране. На самом деле, так было всегда. Во время прямой линии, во время большой пресс-конференции всегда за стеной, ну, вот на этом экране возникали вопросы. Но просто в этот раз разница между этими двумя реальностями, как правильно сказали, что почему ваша реальность так мало похожа на нашу действительность, вот разрыв между этими двумя реальностями стал таким большим, что Путин не смог ответить ни на один вопрос. Вы говорите о том, что он не видел, это было за спиной. Это не совсем так. Перед ним эти вопросы возникали. Эти вопросы он видел. Просто, ну, глаза на спине у него нет, на затылке, но он видел эти вопросы. Но просто он на них не отвечал. Потому что, ну, что ответить? Причем, вот вы знаете, мы, конечно, выбрали такие наиболее остро звучащие вопросы, а там была огромная череда вопросов, которые кричало, это кричащие вопросы о чудовищной нищете, о чудовищной разрухе российских регионов. И фактически это была такая выставка достижений российской нищеты. Когда там писали разные регионы, писали там Саратов, Тота, значит, нет воды, нет газа, нет тепла, значит, замерзающие там регионы, каждый из которых кричал. Это была действительно, вот есть выставка достижения народного хозяйства, ВДНХ, сейчас он называется ВВЦ, ну, а вот это была на стене, за спиной Путина, была выставка достижений российской нищеты. Регионы соревновались в крике СОС. Вот это вот сплошной СОС от регионов, это была еще одна составляющая вот этого вот такого вот, как бы коллективного бессознательного России, который выплеснулся на этой прямой линии тире большой пресс-конференции. То есть попытались, знаете, мне что это напомнило? Вот такой нарисованный очаг на стене Папы Карла, а Буратино взял и проткнул носом, увидел, что там плесень, заплесневелое какое-то пространство. Вот проткнули случайно носом вот эти ребята, и обнаружилось вот это вот мрачные руины российской действительности. И в том числе и то, что явно не понравилось Путину. Ни на один... Ну, я бы сказал так, самый главный вопрос, на который звучал, и на который Путин не решился ответить, а он существовал, и там люди сидели и задавали, это вот эти вот жены мобилизованных, которые пробивались, активно пробивались с этим вопросом. Куда? Верните, верни мужей. Но Путин, это тот вопрос, который, кстати, единственный вопрос, на который... Конечно, он мог бы замылить, как всегда, так сказать, устроить софистику какую-то, но здесь он не решился. Потому что это действительно единственная часть протеста, которую Путин не может раздавить. Потому что, ну, довольно странна была бы картинка, она бы сразу оказалась на фронте, когда росгвардейцы сытые избивают жен мобилизованных. То есть он не знает, что с ними делать. Это действительно реальная часть российского населения, с которой Путин не знает пока, что делать. Я думаю, что до конца он и не сможет ничего с этим сделать, потому что количество этих жен мобилизованных увеличивается. просто взять их, посадить всех в тюрьму. Но мужья-то воюют. У мужей-то оружие. Поэтому это может вызвать несколько непредсказуемые реакции. Так что он пока не знает. Он их объявляет несуществующими. Он так обычно делает с теми, с кем он не знает, что делать. Он так объявлял несуществующим Навального, так сказать, не называл его никогда по имени, так и до сих пор не называют. В последнее время он, кстати говоря, перестал называть по имени Зеленского, что тоже, в общем-то, характерно. Он не знает, что делать с Украиной. И вот эти вот жен мобилизованных он тоже старается не замечать. Их нет. Такая своеобразная культура отмены по-русски, по-российски, по-путински. Если я не вижу, значит, этого не существует. Там был вопрос, на который я тоже обратила внимание. Зарплата педагога первой категории 8,5 тысяч рублей, там 8,4. Где с тобой написано. И индексации зарплат не было уже 10 лет. В переводе на наши гривны, там, за каким-то средним курсом, да, это будет 3,500 в гривнах. Но это очень маленькая зарплата. У нас минимальная зарплата выше. И в этот момент Путин рассказывал о том, как немножечко выросли зарплаты на России. Почему яйца подорожали? Потому что немножечко выросли зарплаты на России. Я понимаю, что зарплаты выросли у тех, кто идет на войну. Вы им пообещали по 100 тысяч. Конечно же, если вы меряете средний показатель, взяв, добавив 8,5 и 100, и поделить на 2, то, конечно, наверное, тогда общий показатель зарплат, он, конечно, вырос. Экономика, она, конечно, ого-го, куда шагнула. Хотя у Минфина, он говорит, денег нет никогда. Ну, на самом деле, Путин здесь, ну, она обычно, понимаете, это давно известно, что есть очень верный признак понять, когда Путин врет. Это когда он открывает рот и шевелит губами. Потому что он врет всегда, когда он произносит слово «здравствуйте». На самом деле, он желает смерти человеку, которому он говорит «здравствуйте». То есть он врет всегда. И в этот раз он врал все время. Он врал на протяжении всех этих четырех часов. Значит, вот энциклопедия путинского вранья пополнилась там. И по поводу, значит, уничтоженной украинской техники. Значит, там он сказал цифру, я сейчас не буду вдаваться в цифры, но он назвал цифру уничтоженных украинских танков больше, чем у Украины было танков, когда бы то ни было. 700 он назвал, 700 танков. Да, ну, я, так сказать, сейчас не хочу играть цифрами, но общее количество танков, которые у Украины есть, несколько ниже. Но в любом случае, это, ну, вранье путинское просто с самых первых минут. Ну, и по поводу того, что, значит, в Украине нацизм, откуда-то взявшийся, и по поводу того, что, значит, на самом деле, там, вот, ну, все, что, все, что... И по поводу того, что, значит, это все организовал Запад и так далее, ну, это обычное вранье. Это уже привычное, рутинное вранье. Ну, было и какое-то, какие-то новшества. То есть, ну, в общем, он вел себя, как такой гибрид Христакова и Менхаузена. Вот, ну, это обычное его состояние. И здесь нет ничего нового. Вообще, на самом деле, за эти четыре с лишним часа он не сказал ни одного нового слова. Ни одного. То есть, на самом деле, как-то вот ожидалось, что на этом мероприятии он там совершит какие-то откровения. Там, в частности, рассчитывали, что он выдвинется, как раз вот произойдет выдвижение, что там какая-то акция, возбужденная общественность его попросит стать еще раз самодержцем, еще раз зайти на российский престол. Но Путин предпочел это сделать в другой, более камерной обстановке, ну, что называется, через жогу. Вот. Ну, каждый выбирает себе пути, достойные себя. Так что вот. Ну, на самом деле, это символ. Он решил стать президентом войны. Он стал им. Он, на самом деле, до конца своего царствования, он будет президентом войны, потому что он не перестанет воевать. Вот это очевидно. Тот вопрос, который повеселил всех в зале, почему-то, я не знаю, что в этом было веселого, но, тем не менее, яйца очень веселили народ, который находился в зале. Давайте этот вопрос еще раз послушаем. Он разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему, значит, отметил. Абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших, как это, есть проблемы. Рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровни заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно был, относительно дешевый белок. Был относительно дешевый белок, теперь нет и этого относительно дешевого белка. Но вопрос к яйцам-то. Во-первых, мы помним, как включался министр сельского хозяйства с курятникой, рассказывал о том, что они договариваются сейчас с курами, чтобы яйца были дешевле. А во-вторых, мы помним, кто есть министром сельского хозяйства. И тут как бы тот, кого видят или же хотят видеть, или же выдвигают в следующие президенты России. Тут идет просы на Патрушева. И вот мы тут начали, знаете, голову ломать. Это был посыл в его сторону, мол, мальчик, яиц-то у тебя и нет, собственно, сиди там себе тихонечко в курятнике и договаривайся с курами. Или же я преувеличиваю всю эту историю? Да нет, вы не преувеличиваете. Дело в том, что, конечно, никакого преемника у Путина никогда не было, нет и не будет. Это очевидно. Это просто аксиома. Путин прекрасно понимает, что ему, так сказать, из Кремля дорога либо на тот свет, либо в Гаагу. Другого варианта у него нет. Поэтому никого он не оставит. Любой преемник, Патрушев, не Патрушев, кто угодно. Прошли времена, когда он мог оставить после себя, вместо себя на 4 года погреть кресло Медведев. Ну, во-первых, Медведев – это уникальное явление. В истории человечества никогда не было человека столь ничтожного, что, находясь на вершинах власти на протяжении длительного периода, человек, во-первых, ничего не сделал, просто ничего нехорошего. Ну, плохое что-то сделал, на Грузию напал, но это, в общем, вряд ли можно его в этом обвинять. Он просто пустышка. Но человек не создал даже команды вообще никакой. Ну, просто каждый, кто примерно, хоть представляет себе, кто есть, кто в российской власти, знает прекрасно, что Медведев никогда в жизни ничего не решал и никогда ничем не руководил, даже своей секретаршей. Вот, это просто факт. Поэтому, ну, это уникальное явление. И второй раз, ну, не те времена, чтобы оставлять после себя на 6 лет Медведева. А другого нет. Любой преемник, любой человек, который встанет после Путина, так сказать, в Кремль, он, во-первых, прекратит войну сразу же. Даже самые пещерные людоеды. Все равно войну надо прекращать, потому что понятно, что она просто уничтожает, так сказать, страну, Россию прежде всего. Не Украину, а Россию. Это первое. И второе. Ну, в России есть обычный, славный такой исторический обычай. Каждый следующий царь, он вытирает ноги о предшествующего. Там, Сталин уничтожил Ленинскую гвардию. Хрущев, так сказать, во всем обвинил Сталина. Брежнев, Хрущева. Горбачев, Брежнева. Значит, Ельцин, Горбачева. Ну, а Путин, он всячески, так сказать, ссылался на проклятые 90-е. Ну, до сих пор ссылается. Сейчас уже 20-е идут, а он все на 90-е ссылается. Вот. Поэтому, ну, любой преемник Путина обязательно во всем обвинит Путина. И поэтому Путин прекрасно понимает, что ему никакого преемника не должно быть. Что касается Патрушева, там была очень забавная сцена, когда, значит, Куру очень сильно возражали против того, что говорил Патрушев. Он действительно из курятника беседовал. Это было, конечно же, унижение. То есть, поскольку слухи о том, что вот... Ну, это же, понимаете, это же вот такие же политологи, которые рассказывают о том, что Путин в холодильнике лежит до сих пор, так сказать. Ну, почему-то он как-то... Его выпускают, двери неплотно закрываются в холодильник, он оттуда выходит и начинает ерундой заниматься. Ну, в конце концов, с этим он... Это он воспринимает, так сказать, как комплимент себе. Вот, смотрите, я в холодильнике, а какой бодрый. Вот. Вот. А насчет всяких раздувания слухов по преемнике, он эти слухи уничтожил, потому что он представил этого Патрушева как клоуна, без яиц, но в курятнике. И это, в общем, так сказать... Ну, и к тому же сам себе Патрушев, представ вот в таком вот виде, он был достаточно нелеп, смешоный. Ну, и явно это был не тот героический человек, который может стать, так сказать, следующим тираном, диктатором России. Смешной человечек. Вот. Поэтому это была вот такая история. А что касается яиц, вот это, ну, нелепое предположение, что это результат повышения уровня жизни, потому что, во-первых, как известно, так сказать, гоняются... Там все эти... Весь этот ажиотаж, он не в связи с нехваткой яиц. Все-таки яиц достаточно много в России, достаточно. Но там просто проблема в том, что люди стоят километровые очереди, часами выстаивают очереди за яйцами, которые там на 2 рубля дешевле, чем в свободной продаже. То есть это чудовищное обнищание, когда люди стоят готовы жертвовать часами своего времени, чтобы купить товар на 2 рубля дешевле. И самое, так сказать, смешное, это то, что на самом деле стали продавать по одному яйцу. То есть на десяток яиц людей денег нет, и поэтому стали продавать яйца в розницу. То есть по одному яйцу. Это просто реальная, так сказать, политика вот этих вот продажных сетей, торговых пищевых сетей. Поэтому это, конечно, глупость. Это на самом деле прямо противоположный процесс идет. Это процесс действительно серьезного обнищания людей. Опять-таки, вы абсолютно правильно сказали, что взял среднюю температуру по больнице, это, так сказать, резкий рост доходов у людей, которые находятся в армии. И достаточно существенные вклады в военную промышленность, они привели к определенному росту уровня жизни людей, которые работают на военных заводах. И резкое обнищание остальной части населения. То есть в результате вот этот вот ажиотажный спрос на дешевые яйца, он как раз явился результатом обнищания населения, а не роста доходов. Так что, ну, Путин, как всегда, наврал, собственно говоря, с чем его и поздравляем. Еще один вопрос, а точнее ответ, на который, опять-таки, я обратила внимание, наверное, тоже не это хотел сказать Путин. Не перегибайте, какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей. Ну, что там охота на ведьм? А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Вопрос зашел о том, почему за экономические преступления дают 20 лет, а за убийство 6 лет. Вот. Ну, и тут Путин решил немножечко сравнить. Говорит, ну что же, она какой-то там крупный оппозиционный деятель, чтобы мы за ней вот это вот гонялись. Таким образом, опять-таки, признаваясь на всеуслышании, на всех телеэкранах Москвы и не только, о том, что, собственно, именно этим он и занимается. Так самое, ну вот мы говорили уже о такой культуре отмены по-путински, когда он не называет по имени тех, кого он ненавидит и боится. Ну, в частности, во время всего этого мероприятия не было, естественно, не было произнесено слово «Навальный». И что характерно, никто не задал, никто не задал вопрос по поводу того, а куда девался главный политзаключенный России, который 10 дней уже никто не знает, где он находится. Потому что в Владимирской тюрьме сказали, что нет, мы не знаем такого Навального, а кто это? Это Навальный, который там сидел, не вылезая из штрафного изолятора, значит, сидел там в пыточных условиях, падал без памяти, потому что к нему не допускали врачей. Вот 10 дней он неизвестно где. Говорили о том, что его перевезли в Москву для того, чтобы навесить на него еще десяток уголовных дел. В московских следственных изоляторах он тоже не обнаружил. Где он, неизвестно. Ни один, ни один человек не задал вопрос Путину. Ну, потому что понятно, ну, Песков сказал, что очень интересно тоже, Дмитрий Песков заявил о том, что, значит, у Кремля нет нежелания, невозможности следить за судьбой политзаключенных. Но при этом очень строго возмутился по поводу того, что представители Соединенных Штатов выражают обеспокоенность, куда действительно делся один из, ну, пожалуй, главный личный враг Путина, Навальный. Куда он его делал? И Песков сказал, что не ваше дело. Это наш Навальный, хотим съедим, хотим, так сказать, просто убьем. А хотим вообще спрячем так, чтобы его никто не нашел. Что, собственно говоря, и происходит. Ну, это один из очень многих вопросов, на которые Путин не только не ответил, но и которые никто не задал. Никто, в частности, что самое смешное, во время вот этой четырехчасовой конференции и прямой линии, никто не было произнесено слово «грядущие выборы» вообще по этому поводу. А с чем, Владимир Владимирович, вы идете на следующий свой 125-й срок? А что вы собираетесь вообще предложить россиянам на этом мероприятии, которое будет в марте следующего года? Ну, логичные же вопросы вообще. Человек действительно идет... Чего вы не успели сделать за 20 предыдущих лет? Да, да, да. Чем занимались, в конце концов? Почему вот вы идете на... И насколько это правильно, что вот 30 лет сидит один и тот же человек во власти? Таких вопросов не задавали. Ну, это правильно, бестактные вопросы, конечно. Это некрасиво задавать такие вопросы человеку, который вот уже 30 лет собирается как раб на галерах пахать. Это вот... Ну, и потом народ-то подобран был такой, который понимает, что спрашивать можно, а что нельзя. Это, конечно, не обмеление Куйбышевского водохранилища, вы понимаете, да, о чем нужно спрашивать у Путина. Сегодня Путин должен был бы уже отдыхать, знаете, как-то 4 часа говорить, он там постоянно делал... И как бы должен был бы уже лежать себе тихонечко в кроватке сегодня, никуда не двигаться. Но нет таки. Нет. Решил, значит, еще несколько слов сказать. Ну, вчера как бы не хватило, он еще немножечко добавил. И значимости результатов. Так что отдельное им большое спасибо еще раз. И, во-вторых, когда вот смотришь, поезда пошли по туннелю, по мосту, вот какое-то чувство надеги возникает. Страна живет, развивается, добивается результатов, успехов. И, как говорили еще в советские времена, возникает ощущение уверенности в завтрашнем дне. За это спасибо огромное. Всем вам и, конечно, тем, кто сегодня получил государственные награды, я знаю, что таких людей в отрасли лежедорожной, конечно, гораздо-гораздо больше. Говорит, сразу поезда пошли, потом, говорит, самолеты пошли пешком, потом люди пешком пошли и все на галеры. Но уверенность-то возникает в завтрашнем дне какая? Ну, я вот, когда он начал говорить, я, честно говоря, не слышал этого выступления. И когда он начал, говорит, возникает чувство, я думал, сейчас скажет, чувство глубокой удовлетворенности. А еще надо было сказать, чувство глубокой удовлетворенности. Ну, вот, примерно так. Но это у нас все впереди. Примерно вот эти вот интонации, они еще впереди. Потому что, слушайте, 6 лет еще человек собирается сидеть. И это же будет, ну, мы это все еще увидим. И вот эта застойная война, которую Путин собирается вести, она действительно уже придет в такую войну, войну в маразме в полном. Ну, собственно говоря, что мы частично проблеск этого маразма мы уже видим. Но дальше будет, конечно, больше. Ну, кстати говоря, Путин все-таки твердо решил переплюнуть Сталин и всех последующих тиранов, которые были, которые властвовали в России, 30 лет. Это такой вот, но он состязается уже серьезно с африканскими диктаторами, людоедами, которые сидели там по 30 лет и дольше. То есть он твердо решил войти в книгу рекордов Гиннеса. Ну, тут есть, могут быть некоторые неожиданности. Опять-таки, там, Украина может, так сказать, что-то слово какое-то сказать. Может быть, еще кто-то. Все-таки Европа сейчас собирается помогать Украине. И, может быть, не дадут ему на рекорд пойти. Я надеюсь. Сказал еще, кроме поездов, и про Крымский мост. Сказал, конечно же. Вот Олег Валентинович сказал, что мы приняли историческое решение по строительству Крымского моста. Я думаю, что такое историческое решение принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем Вторым. Второе решение Иосифом Виссарионовичем Сталином. А мы только реализовали все эти решения. Но сделали это с присущим вам и строителям обычным блеском. Сделали здорово. За это всем большое спасибо. Ну, как сделали, так и сделали. Сделали, собственно, из главных российских материалов. Из говна и палок. Поэтому стоит. И скажите, слава богу, что стоит. Потому что сколько еще будет стоять, неизвестно. Так бы уже вы все могли бы хаять Николая Второго, Виссарионовича. А так все будете меня вспоминать о том, как я тут строил весь этот мост. Почему-то, когда по мосту прилетает, как-то Путин об этом не хочет говорить. Но когда надо чем-то похвалиться, так это он молодец. Но хвалился сегодня не только Путин. Тем, чтобы дать возможность нашему бизнесу в условиях ограничения на платежи осуществлять расчеты во внешнеэкономической деятельности. Первое, это, конечно, переход на расчеты в национальных валютах. И мы видим, что такие расчеты увеличились. Кстати, как по экспорту, так и по импорту. У нас упала доля так называемых токсичных валют. Что вы знаете о токсичных валютах? Во-первых, мы начнем с того, что главной токсичной валютой является, безусловно, рубль. Помимо этой главной токсичной валютой, валютой, от которой, в общем-то, стараются избавиться, и которая просто-напросто не очень сейчас конвертирована. Есть еще одна токсичная валюта, которая, к сожалению, вот здесь уже никуда не денешься, потому что, поскольку Россия потеряла окончательно западный рынок сбыта энергоресурсов, и значительную часть сейчас переправила на юг. Это, прежде всего, Китай и Индия. А Индия, ну, слушайте, индусы – древняя цивилизация, умные люди. И поэтому они, конечно, совершенно не собираются покупать и отказались покупать российский нефтегаз за доллары, за, так сказать, за какую-то конвертируемую валюту. И они покупают, расплачиваются рупиями. Индия – достаточно крепкая растущая экономика, но рупии не являются конвертируемой валютой, и поэтому не являются одной из мировых резервных валют, и поэтому в российском бюджете скопилось огромное количество рупий, на которые, в общем, ничего нельзя купить. И это тоже еще одна токсичная валюта, о которой идет речь. Ну, и в конечном итоге, вроде бы как по цифрам, вот Путин все время хвалится, что у него все хорошо с экономикой, все здорово, но по цифрам вроде все здорово, а на самом деле нигде ничего нет. То есть, ну, вот такая вот загадочная экономика. Ну, кстати говоря, Набиулина, которую сейчас вы показывали, она, это действительно, ну, такая вот спасительная палочка-выручалочка, потому что она умудряется, она и Силуанов, это два, ну, с моей точки зрения, два главных врага Украины, потому что, несмотря на то, что они не являются, там, генералами и маршалами, они умудряются держать на плаву российскую экономику, вопреки тому, что, на самом деле, она, конечно, по идее должна была давно упасть. Вот, но их ресурсы тоже заканчиваются, поэтому я думаю, что в какой-то перспективе вот это плавное, так сказать, снижение падения российской экономики неизбежно. К сожалению, к большому сожалению, никуда не девается пока главный ресурс, основной ресурс. Это, ну, что называется, во-первых, нулевая цена человеческой жизни и готовность российского населения затягивать пояса и терпеть. Потому что, ну, классический анекдот, значит, там, семья алкоголиков, в которой отец потерял работу, его сын спрашивает, ну, что, папа, ты перестанешь пить? На что ему отвечают? Нет, сынок, ты перестанешь есть. Вот в этом смысле, в этом смысле, на самом деле, вот, как бы, это главная надежда Путина. Это главный ресурс. Главный ресурс – это покорность значительной части населения терпеть любые лишения и невозможность, сейчас уже и невозможность сменить власть в результате каких-то мероприятий, типа, так сказать, там, восстания. Я уж не говорю выборов. Выборов-то нет никогда и не было сроду в России. Ну, вот, это основной ресурс. То есть, на самом деле, ресурсом, главный ресурс – это покорность и терпение российского населения. Об экономике. У Путина вчера тоже спросили, он, ну, мало того, что сказал, что у Минфина постоянно денег нет. Мне кажется, там должен работать Дмитрий Медведев, который будет говорить, денег нет, но вы держитесь. Мне кажется, это идеальное для него место. Почему он до сих пор не там, как-то очень странно. Тем не менее, когда у него спросили про то, как экономика России все это время держится на плаву, он говорит, слушайте, у нас был десятилетний запас прочности. Как бы логично у меня возникает вопрос, а что будут делать следующие поколения? На какой запас прочности они могут рассчитывать, если сейчас мы ничего не копим, а только тратим то, что все это время откладывали? Ну, а сегодня появляется еще одна интересная новость о том, что нефтяная выручка России оказалась статистической ошибкой в миллиардах долларов. То есть большая часть дохода в России от экспорта нефти оказалась ошибкой в статистике. Ну, просто ошиблись немножечко на несколько миллиардов. Нам, конечно, от этого большой плюс. Это опять демонстрирует очередное вот это вот надувательство и пытаться казаться больше и экономически стойче, чем они есть на самом деле. Вот набивание, опять же, себе цены. И на который вопрос я обратила внимание тоже вчера, это когда военкор спрашивал о том, что вот мы привезли 10 дронов на линию фронта, 5 из них уже нет, надо что-то решать, потому что на эти мы собрали, а как дальше соберем, неизвестно. То есть вы каждый день показываете о том, что у вас открываются заводы, вы эти дроны изготавляете там тысячами, и в этот же момент военкор, который говорит, слушайте, мы собрали на 10, еле купили, вот 5 уже нет, надо еще 5. И с системами РЭП большая проблема, говорит. Они говорят, ну, что можем сделать? Линия фронта 2 километра, ну, 2000 километров. Что мы можем сделать с этим всем? Ну, что касается статистики российской, она хорошо известна, и те редкие случаи, когда во главе российской статистики стояли честные люди, заканчивались очень плохо для этих честных людей. Вот дело статистика в сталинские времена известная, когда были расстреляны все руководители Центрального статистического управления, недавно, но относительно недавно, несколько лет назад было заменено руководство, Росстарта, поэтому там сидят правильные люди, которые очень правильно считаются, считаются всегда в одну сторону. Ну, а ошибки, кто же их будет ругать за ошибки? Они же правильные, то есть они ошибаются как раз, ну, как тот кассир, который ошибается всегда в свою пользу. Вот, это вот классика жанра. Так что здесь ничего нового. Что же касается вооружения, то, да, действительно, есть, безусловно, есть серьезные проблемы здесь, но здесь тоже, мне кажется, не надо уж очень радоваться этому, потому что все равно большое количество ржавого старого железа, в том числе и того, которое приходит из Северной Кореи, из Ирана, оно все-таки в достаточно больших количествах поступает, и оно все-таки пока еще в состоянии убивать. Поэтому, конечно, сейчас самый главный вопрос, конечно, это то, что вот американская помощь, которая, видимо, все-таки в январе уже поступит окончательно, она создаст перевес. И вот эта затянувшаяся пауза, затянувшаяся патовая ситуация, она разрешится в сторону пользы Украины. Я уверен, что так произойдет, но, к сожалению, все это затягивается. Ну, а что касается путинской линии, ну, это ритуальный танец, понимаете, и в нем искать какой-то смысл, какое-то содержание, какую-то жизнь бесполезно. Ну, какая может быть жизнь на кладбище? А путинская, вот эта прямая линия, это было фактически кладбище путинских халуев, которые имитировали какие-то вопросы, а Путин имитировал ответы. Сплошная имитация. Это единственная прямая линия, которую ждет весь мир, чтобы мы увидели, как у Путина не бьется сердце. Кстати, об этом тоже. Цифры Путин вчера назвал динамика роста жизни, продолжительности жизни. Говорит, в 21-м году 70 лет, в 22-м 72, в 23-м году 74. У меня возник логичный вопрос, откуда эти цифры. Понятное дело, что, скорее всего, их писал Коношенков, тем не менее. Он для чего-то их назвал? Откуда эти цифры? То есть молодое поколение умирает, старым приходится жить дольше? Вы знаете, в условиях, когда 300 с чем-то тысяч боевых потерь на фронте, я понимаю, что на фоне 140 миллионов, это может быть не так заметно, но тем не менее. На фоне того, что несколько миллионов уехало из России, на фоне того, что на сегодняшний момент в России одна из самых тяжелых демографических ситуаций в Европе, вот на этом фоне разговоры о росте продолжительности жизни в условиях, опять-таки, нарастающей нищеты, ну, это выглядит даже не как ворон Мюнхгаузен, это что-то, так сказать, уже запредельное. Поэтому я думаю, что это та же самая статистика, ну, не знаю, там, значит, Коношенков писал, или там Путин, или Песков ему подсказал, ну, в любом случае, это, конечно, вранье. Я думаю, что самая главная проблема заключается в том, что реальных цифр никто не знает. Реальных цифр никто не знает. В России цифры статистики зачастую просто, ну, так же, как в свое время было с Госпланом. То есть реальных цифр не знает никто. А потом, в конечном итоге, вдруг выяснялось, ну, вот по советскому периоду мы знали, что потом вдруг задним числом выяснялось, что ни один из пятилетних планов не был выполнен, оказывается. Но это потом выяснится. И потом, через какое-то время, мы о путинском периоде узнаем очень много интересного. Но это будет потом, когда, так сказать, появится возможность получить какую-то первичную информацию. Я думаю, что вот информация, правда, о путинском периоде будет не менее разоблачительной и не менее кошмарной, чем правда о сталинском периоде, которая начала открываться после 20-го съезда КПСС. Ну, правда, здесь никакого съезда не будет, но я думаю, что все равно вот после того, как весь этот кошмар путинский закончится, я думаю, что очень многое станет известно, и это потрясет мир, что на самом деле происходило в России все это время. Я бы могла сказать о том, что мы это потом дождемся, но я, наверное, скажу, что это потом мы приблизим. По крайней мере, именно над этим сейчас работают ВСУ, и именно в этом направлении смотрит сейчас Украина, потому что другого варианта у нас нет и быть не может, кроме нашей украинской победы. Игорь Александрович, спасибо за ваши комментарии. Героям слава и смерть тим клятим ворогам нашим. Дякую вам, что подавилися это видео, за ваши вподобайки и комментарии, за то, что подписывайтесь на 24-й канал и пересилайте это видео вашим знакомым. Бачим, читаем, реагуем и, конечно, дякуем вам. Бережьте себя и па-па. Продолжение следует...